из-под Киева, Чернигово и Сум. Как оно теперь? Зеленский молчит. Путин в Беларуси это четко заявил, выстроил свою линию, как это все происходило. И говорит, западные хозяева, он их спонсорами называет, хозяевами спонсорами Украины, ну Зеленского в данном случае, они ему запретили это делать. То есть четко его указ идет на то, что Зеленский является, по сути, их куклой. Вот такая линия. Зеленский говорит, что он не является, он все время интервью дает, выставил час, можно посмотреть этим азиатским масс-медиа, вот он говорит, интересно, надо как раз и про президентство свое продление. Ну, и так, ось он 25-го, он заявил таке, Зеленский, в вечере 25-го, уже майже 22-й годыни. Весь день Харьков под ударами, российских террористов, повитряная тревога, тревая уже понад 20-ть годын. Да, ну тревая, да. Это мясорубка. В принципе, по сути, это кровавая геноцидная война. Ну, в Украине, конечно, она так не называется, то есть, потому что, если это назвать, то даже другие последствия наступают. Ну, и тут этот же, центр ударили, понятно, он говорит дальше, загалом, тільки за один, тільки цей день, в Харькове поранены, майже 60 людей. Дальше он говорит, вот и важно. Усім надається необхідна допомога. Ну, золотые. Вы ж пишите, надається допомога. Вот типографии, сколько людей погибло, да. Надали допомогу, не надали допомогу. Что вообще, в чём, как бы, содержится эта допомога? Пишите в соцсетях. Они ж есть, запрета ж нет. То есть, Зеленский всё время говорит, надається допомога, надається, никого не заслышемо на одинці, всім допоможемо. Ну, надо ж знать, даётся допомога. Не даётся допомога. Что ж вони рассказывают? До ліквідації наслідків терору залучено майже 200, ну, 200 человек, где нет, ну, залучили. На місці працюють близько 400 поліцейских. Ну, и шо? Задіяные экстренные службы. Вдячний кожному, хто дбает про людей, намагается сбор. Хорошо, вдячний. Это всё стандартные слова, которые он описывает каждый день, когда сейчас происходят такие трагедии. Ну, і што? Дякую всему свите, хто зараз підтримує Україну, наш Харків, та засуджує, ну, і шо? Розусідний, ну, і шо нам от этого? Ну, і шо нам от этого? Шо вони підтримують, засуджують, одну підтримують Україну, а тих засуджують? Шо нам от этого? Кожен, хто постачає зброю для захисту, а хто не постачає? Ну, і дальше він говорить, шо надо для них, це понятно, шо Россія, задоволення, вони реалізують свою линию. Путін, маньяк, он реалізують свою линию. Задоволення у нього, незадоволення, нам-то, ми ж видим, що йдет разрушення України. Вопрос, як його остановити? Зеленський считає, що його остановити можна с помощью, типо, якщо йому будуть давати, давати, давати. А вони не дають. Но, якщо вони не дають, то тогда остановити нельзя. То є сама Україна остановити агресора в нынешній ситуації в своїй статус-кво не може. А все призыви Зеленського дати помощь, вони розбиваються, вернее, даже не розбиваються, вони куди-то уходять в пустоту. Тому що ніхто не дає, то що треба дати. А зараз опять Шольц заявив, що нет, ви що, не буде НАТО воювати, немці, солдати не будуть там военнослужащими в Україні. Чи хоче Росія діалогу? А, далі. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу. Ну, так, якщо не може, ми завоється, немає такої нації, то якщо немає нації, то, значит, Україна, він же сам признає, він понимає, що говорить, чи нет, що Україна не може це зробити своїми зусиллями. Ну, Зеленський, ну, нам же не дають ту допомогу, которую можна употребити, щоб їх остановити. Ну, не дають. І він говорить, для підготовки війни, вот, чи хоча, Україна має найбільшою, світить досвід обману, због, ну і що? Каї ж був досвід? О, каї ж був досвід? Дякуємо. Дякуємо. Та ж Армініє, і то нормально выскочило. У кого був досвід обману? Т.е. У Грузії був, при Саакашвили, щас при Ванишвили никакого досвіду обману нету. При этом, Іраклий, прем'єрі, там, Кабахидзе, или как он там. Т.е. що відбувається? Що відбувається? Що він говорить? Нужно воювати. Саміт міру за участі, саміт міру за участі лідерів, яких Росії не обманути треба. І саме тому потрібні глобальні зусилля, которых нельзя обмануть. Т.е. він говорить, що може обмануть, а потім не може. Ну, тут сложно у нього, конечно, з цією причинно-следственними зв'язями. Разом з Швейцарією ми готуємо такий саміт. 15 червня його початок. Говорить, що вже більше, ніж 80 держав маємо підтвердження участь. Ну, посмотрим. Дякую кожному, допомагаю. І дальше пассаж главний йдет, который ми должны с вами проаналізувати. Я звертаюсь до лідерів світу. Який поки що осторонь глобальних зусилів з підготовки самету миру. До президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, і до президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб так само, як ці книжки, ну, т.е. він говорить, це на фоні цієї згоревшої типографії, що до цього прильоту, уничтоження цього торгового центру, так само згорів статут ООН. При чому тут статут ООН? Сподіваюсь, не хочете і ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру, дійсно миру, а не паузу між ударами. Зусилля світової більшості це найкраща гарантія виконання зобов'язань. Будь ласка, підтримайте саміт миру своїм персональним лідерством доджину. Ну, во-первых, Китай і так принимає в цьому участь. Зеленський должен был правду сказати. Правда следующее, що є соглашення между Китаєм і руководством Бразилии о том, там шість пунктів перечислено, як надо проводити международну конференцію. Довжно участниками бути, считає Китай, і Україна, і РМ. Тому говорить, що Китай стоїть острою, це не відвичає в действітність. Зеленський говорить неправду чи він не розуміє. Він считає, що його формула, його Швейцарія, це правильно, а все другое неправді. А вони говорять, нет, извині, дорогой, вот ми тоже сделали. Подписано соглашення между міністром иностранних дел Китаю і головним советником Бразилии, який був в Китаїй, щас подписав це. Т.е. Китай чітко сформулировав свою позицию. Более того, как раз когда буде саммит, буде как раз в Москве проводиться заседання міністрів іностранних дел по подготовці ШОСА. Ну так все? Т.е. все чітко. зеленський должен видимо ж как-то осознать что будет как бы происходящий процесс. Что заявляет Байден? Байден заявил следующее. Он говорит, что я поддерживаю А, он вот Байден. Вот Байден заявил, что американские военные это пишут, это он выступал перед выпускниками Военной Академии США в Вестпойнте и это дает голос Америки. Он заявил так, нет, официально, вот буквально сегодня заявил, да, там разница по времени Байден. Нет, это как ответ Зеленскому, нет американских солдат, которые воевали бы в Украине. Нет, он говорит. И говорит, Байден, я, говорит, настроен, это так и оставить, но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять вместе с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану, то есть он Путина официально назвал тираном. Мы не можем покинуть Украину и мы ее не покинем, сказал президент США, обращаясь к выпускникам военной академии в Вестпойнте, пишет голосом, он добавил, военная поддержка не исчерпывается только представлением оружия. Американские военные проводят обучение украинских коллег, чтобы они осваивали Хаммерс, Патриоты, танки Амброса и так далее. Вот их позиция. Такая же позиция Германии, не давать Таурасу, не давать. Такая Италия, два вице-премьера заявили, что не будет ни итальянских солдат, не будет там сапог типа итальянский на территории Украины, не будет итальянское оружие использоваться против Российской Федерации на их территории. Он говорит, что они дают оружие для того, чтобы установился мир. Понимаете или нет? Ну вот как-то вот можно кому-то в конце концов, но есть в Украине все-таки люди, депутаты, есть какие-то партии типа есть, мэры есть, там главы обл.рад есть. Вы можете вот, ну вы не читаете это, ну так Соскина хоть смотрите, да, каких-то тоже есть же вменяемые достаточно таких нас все-таки какая-то группа есть, которые излагают как бы более объективно, целостно тот процесс, который происходит, а не через призму Зеленского и его какого-то ну такого уже очень узкого, заостренного, единого, секторального какого-то подхода. Ну, то есть Зеленский считает, что мир должен вот выступить на его стороне, что выступая на стороне Зеленского это будет ответ Путину. Но мир так же не считают. Лидеры основных государств, самых крупных, считают, что просто Украина это как элемент мирового состязания. просто Украине не повезло. Вот и все. Они считают, что война в Украине, конфликт по своей сути ничем не превосходит то, что происходит например сегодня в секторе газа. Они считают, что Израиль это фактически то есть страны Юга считают Израиль агрессором, который проводит геноцидный террор по отношению к населению они называют палестинского автономии палестинского народа, которого нет априори. Который был эта структура была создана это известно. Это проект КГБ Советского Союза. Но так всем преподнесли поэтому все теперь считают что там есть палестинский народ. То есть там вообще все перевернуто. И поэтому Израиль считают что это та же Россия которая типа Запад считает там Европейский Союз говорит ну Зеленский говорит Россия геноцидник. Да геноцидник. А другие говорят что Израиль геноцидник а палестинские эти самые жертвы. Вот суд признал это он вынес решение что Израиль это против этого Натаньяху решение что его надо вместе с министром обороны арестования говорят вот Олег Горич вы там поднимаете да я не поднимаю я вам пытаюсь объяснять нет надо в конце концов когда вы меня смотрите вы должны отойти от этого идиотского какого-то совершенно подхода что Соскин кого-то петры врач кого-то петры нет врач никого не петры если нормально если не за взятку то его задача просто выяснить ситуацию поставить диагноз причины болезни и попытаться показать можно ее излечить еще или уже нельзя или если можно какими методами хирургическими или терапевтическими или там еще какими понимаете поэтому подход Зеленского в чем он говорит надо воевать дальше как же ты можешь воевать дальше если уже твои полномочия закончились в сентябре закончится полномочия Верховного Совета уже твою легитимность часть стран не признает уже публично Путин сказал что уже ты не президент с тобой уже нельзя говорить а раз Путин это сказал значит это и Китай и Индия и Бразилия и все их союзники вот это же самое важнейшее то есть Украина уже оказалась делегитимизированной неужели так сложно такие простые вещи понять дальше будет процесс этот усиливаться поэтому поможет нам Запад нет не поможет выиграть войну может Зеленский нет не может но опять потеряны там несколько сел там там Харьков чуть-чуть стабилизировали так они возле Купенска взяли возле Авдеевки взяли еще там взяли на Покровском направлении то есть а что Сирский ничего сделать не может Павлю где-то закрыл какой-то участок этот который полицию возглавляет и министр внутренних дел они где воюют где скажите стоит на передовой министр этот начальник генштаба где он танками руководит нигде где министр обороны умеров руководит военными операциями нигде то есть он же показал безуглое чем они занимаются эти все ребята генералы ну так если Зеленского все прогнило в руководстве армии и об этом пишут они сами внутри если Зеленскому не дают оружие если его полномочия закончились по конституции но если у него срывается падает рейтинг статус этого швейцарского саммита он обваливается все ему четко сказал Байден что Китай сказал ты парень иди сам Бразилия Южная Африка это сказал ну что что непонятного что здесь непонятного что Зеленского реальность но объяснить кто-то ему может она закончилась все поэтому ну что делать выход один надо идти по пути надо сейчас очень хорошо изучить вот этот процесс войны Финляндии со Сталинским Советским Союзом посмотреть какие аналогии есть в этом плане и надо выходить с этого процесса надо немедленно идти на заморозку немедленно потому что ну то есть четко Запад сказал что видит Украину то есть поддерживать она в полный рост не будет поляки это сейчас заявили и видит Украину просто как мишень как вот структуру которая должна воевать с Российской Федерацией и погибать а мы вас будем поддерживать чтобы вы стояли чтобы не сразу вы типа там так сказать упали но тогда надо быть умнее надо тогда субъектом быть а не объект но Зеленский этого понять не хочет он считает что он сможет пересилить все страны мира Китай в том числе Бразилию и так далее ну что такое Зеленский довел Украину до перманентного состояния открытого фактически фейл стоит ну что что непонятно так может надо сейчас остановиться пока есть возможность но почему украинцы молчат вот меня вот этот вопрос интересует то есть почему они молчат те которые должны понимать что их всех ждет их семьи их близких и так далее Запад же вам четко заявил он вас не будет поддерживать не будет ракет он вам не даст денег давать не будет